Я родился в 1952 году, 28 мая, на берегу моря Лаптева. Я думаю, что человек, когда рождается, именно его душа остается в том месте, где он родился. Здравствуйте! Меня зовут Юрий Васильевич Спиридонов. Я родился в 1952 году, 28 мая, на берегу моря Лаптева. Я не знаю этого поселка, но мне рассказывали, что раньше там жили, в сталинское время, поселок был. Там то ли нефтяники, то ли люди, которые были и на отсылке. Там рабочий поселок был. Почему я там родился? Потому что в это время отец с матерью кочевали как раз тех территориях. Они были оленеводами. И самый ближайший поселок был вот этот Косистый. Так и называется Косистый. Это прямо в бухте Хатонского залива стоит. Кожевник, залив Кожевниковый называется. Но, к сожалению, я там еще не был. Так и не смог дойти, посмотреть ту точку, где этот поселок. Сейчас этого поселка нету давно. Но говорят, что это из-за развалина, но старый поселок в такой состоянии сейчас, как заброшенности. Записали по рождению поселка Юрин-Кая. Это место, где сельсовет находился. И наши все, те, которые родились в Тундре или где-нибудь там других этих населённых пунктов, они все были записаны, где сельсовет. Поэтому в паспорте у меня родился поселок Юрин-Кая написано. Вот, но, как вам сказать, я думаю, что человек, когда рождается, именно его душа, его вот остаётся в том месте, где он родился. Поэтому всегда меня тянет в эти края. Я в близости был. Один раз пытался туда поехать, через Анавадскую Гугу, на моторной лодке с одним геологом. Но у нас не получилось. Вот, потому что там суровый климат, и большие волны, и льды. И там не просто так можно проехать до туда. А зимние, веримо, там нет дороги. Там сейчас не... ну, вертолётом можно лететь, но это... Там нет надобности, что вертолёт там садился. Поэтому практически это заброшенная земля там. А так, рядом с этим посёлком, большие пространства, тундры, где моё детство прошло, где я вырос. В начале, до поступления школы, я долгое время с отцом и матерью ездил по тундре, как, ну, как ребёнок маленький. И болел где-то лет шести, семей. Ну, говорили, что мне горло болело, и не могли школу отдать долго. И мама это была... для мамы это был такой повод, чтобы не потерять сына снова. Потому что первый сын её умер, когда он закончил учёбу. Он закончил художественное музыкальное училище, класс паяна. Очень талантливый, говорят, паянистом был. И где-то лет 23, 23, наверное, было, он умер от туберкулёза. Те годы. Это болезнь очень, такая распространённость, такой болезнь был. Я помню, вот, брата старшего, Михаила Туприна, это сын от первого брака моей матери. Вот, Туприн такой был оленевод первый, когда она совершенно молоденькая была. И лет 16, наверное, её выдали замуж за очень такого энергичного, за хорошего охотника. Вот, он умер рано, её первый муж, из-за того, что во время подготовки к охоте нечаянно у него получился такой травм от ружья. И те далёкие времена не могли сразу ампутировать, видимо, он потерял кровь и умер. И она осталась с одним мальчиком, вот, нашим старшим братом Михаилом. Они, она долго потом, время не выходила замуж в посёлок, она начала работать в посёлке Борщишской школе. И отец мой тоже, вот, этого, очень чутко спал. Я, как немножечко какой-то шорох, сразу он глаза откроет. Я помню, очень даже такой чуткий был. И, ну, почему такой чуткий? Ну, многие говорят, что это чувство, ну, такой привычка охотника и прочего. На самом деле, привычка этого, просто оленевода. Он говорил, что когда олени спят там всего 2-3 часа, они жуют, лежат, потом встают. Во время, когда встают, они начинают там, ну, шуметь. В 5-е время он просыпается, вот, вместе с оленями, он дежуря, вот, пастухом работаем, всегда вот так, и себя, вот, такой жизнь свою устроит. Вот тогда, значит, как говорится, вот, нет такой материальной нужды человека, да, человеку. Но, тем не менее, конечно, утварь, все это, то, что, если хорошие нарты у человека, хороший олень, очень такой крепкий, верный и сытый, как говорится, да, у кого захудалый олень, тот, значит, человек такой же, понимаете, он не ухаживает за ленями, он не видит и гордослов и прочее. Все это, конечно, связано очень, они очень органически жили с природой, вот, питались в основном свежей рыбой и дичью, и олениной, мясо оленей. Вот я в детстве тоже этим питался. Я помню, с отцом мы рыбачили, прямо однажды мы поехали на море, это море Лахтевых, огромные эти льды там плавают далеко, и волны стихли, вот он ставит сеть, я сижу на берегу, ну, чай там варим. Я смотрю, у него небольшая ветка была такая, сделанная из дерева, такая, дно круглое, при том, неумеющий человек там не может сесть, прямо такая паркидывается, но он очень умело на этой ветке ездил, ну, в смысле, плыл. И вот смотрю, вдруг стало такой брызги, где вот сети лежат. Быстренько отец в мою сторону гребет, потом что-то на берегу берет и обратно подойдет. Я думаю, что там попало, я думаю, по действию это акула или что-ли, типа такой кит какой-то появился. Нет, смотрю, потом он, что-то он колотит там, вытаскивает огромные рыбы. Это были кунжа, такие битлососовые рыбы, где-то они размером в метр, где-то длиной больше метра даже, полтора метра может быть, самая большая. Где-то 8 таких рыб он поймал тогда, я помню. И он вытаскивает, всего 10 рыб было, но он не сразу, одну или две рыбы ложит, лодка, потому что больше не выдерживает, потом вытаскивает. Я помню это вот, как вчера, это огромное впечатление осталось, потому что такой рыбак я больше никогда в жизни не встречал, чтобы столько много крупных рыб, такие красные, в общем, такие жирные, хорошие рыбы, потом мы разделали их, и мы везли, значит, их домой, юр, урасу, вот, тордох называется, это из соленой шкуры делается, да, такое жилище, беременное жилище, летнее жилище, они вот. Вот, мы вот прямо погружали на санях, лодку эту ветку, и на нем эти рыбы, и на ленинг их везли. И доехали до дома, и там мама встречает и радуется, ну, такой, ну, конечно, не всегда вот так ловит, даже там, потому что редко, ну, одну рыбу можно поймать такую большую, а чтоб сразу 10 таких больших рыб, это редкость. Но отец почему-то не радовался, я спрашивал, почему? Он говорит, это в плохом, у них поверье было что-то. Если крупная большая рыба, ну, попадает, да, он говорит, значит, мне скоро умереть, видимо так. Вот, как бы, Бог благодарить, что, как у меня судьбу, что все, как бы, такое дает, но это просто поверье. Потом, конечно, долго жил отец, я все боялся, вот, что-то случится, не дай Бог, почему так получилось, да. Видите, какой, и вообще, интересно поверье было мне. Вот, не к лучшему, когда вот природа одаривает такие, ну, таким богатством, в смысле, много рыбы, где там, особенно, если диких оленей много убьет, да. Но это, видимо, связано с тем, что нельзя брать много от природы, то, что тебе нужно, столько и надо брать. И эта философия такая, что действительно эти выдерживать, и до сих пор наши оленеводы, и те, которые живут в тундре. Потому что летом хранить негде. Я помню, эти рыбы разделали, потом всем раздали, соседям там, ну, 2-3 юрты там вместе. Это весь холкоз, как говорится, питался этой рыбой. И мама солила эти, ну, всю лето ели, помню. Некоторые юколу сделала. Это, значит, они развешивают на природе, и она высыхает, и очень вкусно становится. Ну, деликатес, как сейчас. Сейчас, например, наши эти современные, эти бизнесмены специально такие продают. Буквально, вот, очень дорого, и практически невозможно купить даже простому человеку, питаться этим. А там просто навалом было это летом, когда вот рыбачишь. Вот, ну, как, ну, тогда я, конечно, не думал стать художником, но природа, природу, красоту природы, природы и вообще вот отношения, и все, видимо, питал себе. И, ну, все равно привычка что-то делать, именно ножом там, различные вещи, утилитарные. Всегда делал, как только я начал, уже с 10 лет, наверное, уже все умел делать, как говорится, в быту. Я в детстве любил с отцом ездить на охоту. Вот, охота, конечно, вот северному человеку без охоты нет жизни, как бы, да. Да, но вот охоты, удовольствие, когда вот именно ты впервые добываешь, как бы, пищу для семьи, для себя, да, даже не от того, что там именно будут питаться, а от того, вот азарт, охотничий азарт такой есть. Вот, но, конечно, не азарт убивать чего-то, да, животного, а именно, вот, видимо, это дается наследственно, потому что это горожанин, человек города, это трудно понять, и, возможно, даже мои дети или правнуки подумают, что такое, это страшное дело, чего-то убивать, да. Но, на самом деле, когда я в детстве первый раз, я помню, как с отцом поехали охотиться на гуся, и мне где-то было лет 10, наверное, и он такое ружье мне подарил, одностволка, 20-й калибр, очень хороший такой ружье, и мы пошли, значит, охотиться на гуся, это весной, где-то конец мая было. И я думал, что отец мне сделает какое-то такое укрытие, где я буду сидеть, и это самое. Нет, он меня одел, значит, на оленью шкуру, вот, пуфайку такую, и из оленью шкуру уже сделана шапочка такая, одел, и когда вот проталин снега поступает, да, проталин, я думаю, манки будут ставить там эти, пробли обычные, взрослые охотники там ставят. Нет, он ничего не поставил, ружье дал, и вот этот проталин на меня посадил, и сам ушел, значит, уехал на оленях, говорит, вот через час-два я приеду, ты здесь посиди, и если гуси прилетят, ты стреляй их. Вот, ну, конечно, до этого я уже навык имел, стрелять этим ружьем, он тренировал меня. Потом он уехал, ну, за горизонт исчезает, там он, он же вообще горизонт такой, ничего там практически не мешает, только горизонт, и все, через горку туда исчезает человек, и все, уехал куда-то. Сижу, и вот почему, я вот до сих пор не помню, почему на меня гуси летели, именно на меня. Видимо, они видели, думали, что это я гуси, вот потом я, когда взрослым стал, я так подумал, потому что я все время, видимо, дергался с ружьем, то как-то, они прямо на меня и шли. Я несколько, ну, сейчас помню, 9 гусей я убил где-то вот за 2 часа, это рекорд моей жизни, когда я вот охотился там удачно, а мне всего 10 лет было. Отец приезжает, смотрит, никак не может поверить, как, это откуда, кто, дятя, что ли, оставил, ну, этот брат у нас старший был, а не его, он заехал, да, нет, это я, я сам убил, говорю, вот, вот этим ружьем, вот, он посмотрел мои патроны, пустые гильзы. Как меня он подхватил, как меня стало это качать и радоваться, какой охотник выйдет от моего сына, вообще радость такой. Потом мы поехали домой, и маме рассказывают, показывают столько гусей, они же большие такие, я когда держу маленькие, прямо в рост у меня практически были эти гуси. Ну, такие эти, как называются-то, черные гуси, порода, сейчас скажу, гуменники, гуменники вот, гуси большие, тундровые. И вот мы привезли домой, мама тоже не нарадуется вообще, потом другие охотники приезжают, у кого-то один гус, два гуся, и говорят, вот такой мальчик, 10 лет, вот, 9 гусей убил, как бы это самое, не можно сравняться с мальчиком. И вот они все стыдились, я помню до сих пор этот момент. И действительно, вот с этого момента я вот очень любил охотиться на гусей, и как весна, как школу, заканчиваем где-то. Как я не знаю, у нас школа заканчивается, надо выехать в тундру. Я все ждал, и старался учиться хорошо, и всегда я в школе, в начале класса очень хорошо учился, одни пятерки были, и учителя меня раньше отпускали. И где-то вот конец мая, как только отец приедет из тундры, я в интернате жил, как приедет из тундры, и сразу меня отпускали, и все тетрадки, все пятерки, и все, муж ехать. Я все нетерпением ждал в это время, когда весной на охоту поедем с отцом. Вот такие воспоминания. А потом, взрослев уже после учебы, ну, один-два раза только, наверное, так ездил с братьями, там, друзьями на охоту в тундру. И потом, конечно, вот на севере сейчас ехать очень сложно, с поселка, с города до нашего места, где вот мы жили раньше. Вот такие моменты. А так рыбачить-то мы рыбачим сетью. И летом небо, там, большие небо, много людей там собирается, и на моторной лодке едут, и небо бросает, и много рыб поймает людей. Ну, солят потом, очень хорошая такая тоже охота. Здесь вот как-то мама шила мне новые из ровно-доги сапожки, но это не сапожки, а как обычно носят, они длинные-длинные такие, совершенно белые, совершенно вот такие мягкие. И я, как одел, сразу побежал на улицу, так легко, прямо летал, прямо. Я думаю, что здорово так соседи были. Потом пробежал через лужу, смотрю, все мокрое, все стало вот такими, ну, это новые совершенно обувь стало у меня совершенно невозможной. Я испугался, как будто мама вот увидит, все отругает. Я пошел, значит, с соседем, снял эти свои, эти унтыки, и давай около костра их сушить. И они сморщились. Потом, 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 такой боязнь был, ой, как, такие новенькие, получила, вот, что сделал-то. И вот, а сестра была старше, она где-то лет шесть, она увидела, и сразу пошла, маме рассказала. И говорит, вот, Юра, свои новые, вот, то, что вы сшили, он испортил, в смысле, он даже не просто сушил, а у костра, все это, вот, ну, непригодность пришло. Я, конечно, с такой, с такой боязнью домой пошел. А мама, конечно, она отругала, отругала, а потом сказала, ну, значит, в следующий раз так не делай. Не надо вот сразу их в огонь-то кидать, говорит. Постепенно должен сушиться, и все же ходим. Не видите, что ли мы, что, огонь, что ли, кладем в свои эти обувь. Вот такой случай был, очень интересный. Я вот до сих пор вспоминаю это. Это где-то мне, наверное, шесть-семь лет было тогда. И долгие годы, значит, я жил вообще вот в тундре с отцом, с матерью, дети, соседи, соседские дети были, играли. Ну, что, какие игры могли у нас быть? Это мы играли, значит, как ловим оленей. Ну, такой незамысловатый игры, но природа, именно природа тундры, запахи, и все это светение, особенно к лету, вообще очень такой, до сих пор этот запах у меня стоит, как иногда вот вспоминаю, и этот запах нигде больше не встречаю, в городе. И когда вот тундру прилетает теперь, да, работать или там своим бостимиком, первым делом я дышу этим воздухом. Совершенно такой другой запах, другой, другой, вот сразу вспоминается детство. Вот, первый раз, когда я вот лес осветил, очень интересно тоже было. Всегда у нас, у меня вот чисто психологически, горизонт всегда открытый. И горизонт, конечно, всегда самый главный. И вот, кстати, это осталось на всю жизнь, потом в моих картинах больше вот низкий горизонт и небо высокое всегда. Вот это все от детства. И первый раз, когда я попал в лес, приехал вот в центральную Якутию, и мне как будто не хватало воздуха совершенно, как и стена, а стоит лес. Не хочется, понимаете, как-то вот совершенно вот такое неуютное чувство у меня было. И всегда хотелось, и постоянно воздуха не ухотело, как будто нет такого воздуха, свежего ветра, понимаете. Вот это постепенно, конечно, человек привыкает потом к другой жизни. И когда вот я уже потом стал уже писать лес и прочее, всегда, конечно, хотелось бы горизонт где-то увидеть, где-то краем, чтобы горизонт был. Это как привычка остается, видимо. Но человек к всякому привыкает. Разные, это часы после я видел уже пейзажи, разные там страны. И вот то, что осталось с детства, воспоминания, это остается на всю жизнь. Видимо, поэтому я, когда я сейчас пишу, больше мои картины все пейзажного характера. Через пейзаж я смотрю и даже делаю какой-то сюжет. Это небольшой сюжет обычно бывает, там люди могут быть. Потому что в тундре всегда вот ощущается вот именно высота неба и ваше пространство. И масштабность сразу ощущается. И человек, не стожистых человека, сразу там ощущается. Огромная-огромная природа. И человек, ну, он такой, как будто час этой природы. И его нельзя вот отдельно как-то смотреть. И когда я пишу портреты, проще хочется больше пространства давать. И человека побольше как-то вот крупным планом, чтобы как-то обратить внимание на человека. А так, всегда, если пейзажно, то там всегда лени, люди, всегда вот так я ввожу в композиции. Вот. И как еще сказать-то? Вообще вот видение человека, который жил в тундре, это совершенно другое видение, чем в центральных регионах. В центральной России или там в центральной Якутии. В центральной Якутии все люди думают, что Якутия это север в основном. Это в России, например. То, что Якутия, значит, там и олени, там все прочее. А на самом деле, вот средняя полоса Якутии, это скотоводы. Там лошади, коровы. Например, моя жена, Светлана, с которой я встретился в Питере, еще буду студентом. И она никогда в жизни не видела тундру. И первый раз, когда она поехала в тундру, у нее тоже ощущения совершенно другие были. Говорит, космическое какое-то пространство у вас совершенно другое. И у нее не хватало как раз леса. Вот того леса, который вот впереди нее всегда вот хотелось где-то спрятаться. Нет, негде прятаться, там практически все на ладони человек ходит. Вот интересно, да, вот такое бывает. Ну, потом лет десять я поступил в школу. Все-таки школу надо было, потому что мама не хотела никак отдавать. Все же Советы, Советская была, как говорится, обязали ее. Ну, хотя, если ребенок болеет, то он давайте или инвалидность, или что, или школу. Ну, а почему она не хотела школу отдавать? А потому что старшего брата, он потерял, когда ему было всего два с лишним лет, и у него вот такое горе осталось, и это не хотелось. Она говорит, если учеба пойдет, Юра, то он опять пропадет. Он какой-нибудь учеба пойдет, и все, и потом, говорит, тундру не вернется. Поэтому, конечно, у нее чисто вот такое. И потом, конечно, очень, как младший ребенок, видимо, очень близкий, очень она сердце близкое меня держала и как-то очень любила. И когда я в интернат поступил, конечно, это совершенно другой образ жизни. И, как говорится, в интернате, конечно, все дети оленеводов жили. И я там хорошо учился, и были разные. Там были очень взрослые дети, которые уже лет 14-15 еще учились где-то в пятом классе. И такое время, это где-то, ну, 70-е годы. И они, конечно, нас держали малышей, как говорится, очень строго. Ну, поручения всякие давали. И, допустим, я помню один случай такой. Всегда вот от поселка интернат-школа находился где-то, ну, за километр, наверное, где-то так. И, конечно, зимой, весной очень большие пурги бывают, такие ураганы, практически ураганы, где-то 300 метров в секунду, вот такие очень большие пурги. И человек прямо вот так несет. И поэтому сделали специально для детей бочки ставили. От поселка до школы-интерната по 10 метров бочки, чтобы по ним люди ходили. Такое бывает, что буквально за 10 метров ничего не видно. Совершенно белый и пурга, допустим, снег валит, валит, и очень сильный такой снег. И в это время, значит, мне вот, помню, я, наверное, где-то в пятом или шестом классе был. И взрослые мальчики мне дали издание. Вот, возьми рубль и давай нас бафли купи. Если бафли, ну, принеси, давай, вот тебе рубль. Мы с братом, такой двоюродный брат был, пошли в магазин, между этими бочками бежим. И надо бежать так, чтобы, когда дует ветер, и надо где-то метров 10, надо против ветра. Потому что до следующей бочки и охватить ее, и полежать, отдохнуть, и потом снова так. И так мы, значит, купили, хотели, уже дошли до магазина. Смотрю, рубля нету. Я потерял, в кармане положил, она улетела. И я вот помню до сих пор вот боязнь того, что вот я приду, вот ребята меня начнут там наказывать. Потому что где-то делал рубль. Наверное, сам уже купил, съел все это бафли, пока дошел до интерната. Вот такой случай был. Конечно, потом я вернулся, куда денешься, вернулся, они спросили, я вот так-так все рассказал. Но все равно меня они наказали, поплакал. Потом они, ладно, в следующий раз вернешь этот рубль. Вот такой у меня в жизни был рубль. Первые понятия рубля. И, конечно, вот до сих пор я вот эти бафли, когда в магазин попадаю, в магазин смотрю, эти бафли всегда вот остаются у меня в памяти. Вот когда маленькие за эти бафли, я вот столько приключений было, помнится. Но, действительно, вот такие пурги у нас в этом районе, где вот поселок Грюнхая, зимой каждый раз бывает. И много людей даже от дома до своего туалета, они блуждают, не могли найти дом. И люди даже мерзкие, даже в другую сторону шли. Потому что очень такие большие пурги и вообще вот такой край, и действительно сложно. Ну, те люди, которые обычно первый раз туда попадают, зимой очень сложно, они не ориентируются. А те, которые там выросли, конечно, мы уже знаем, откуда ведь и какие могут быть эти самые пурги. И обычно даже иногда зимой занесет снегом всю этот дом до половины, и дверь открыть невозможно. В этих случаях люди тоже, они знают, что соседи должны подойти и в сад копать, чтобы дверь открывался. Вот такие суровые условия, в общем-то, вот мое детство и юность прошло. И потом, после школы, вот у меня уже были другие мечты стать художником. Ну вот, начал рисовать я уже в интернате, в школе. Ну, до этого в тундре тоже я рисовал, что попало, какой карандаш. Мы жили между поселками, как-то ямщиками были, отец ямщиком был, да. И возил, значит, людей от поселка до поселок. Потому что большие пурги и прочее, там очень хороший каюр только может довести человека от одного поселка к другой. Это от центра Цаскалаха до Юринкаи. И вот я тогда маленький, совершенно, наверное, до школы. И люди, которые вот смотрели, что я рисую, там какой клочок бумаги, я рисую там углем или чем-то, чем попало. И вот люди, мама рассказывает, что я сам редко, ну, плохо помню. Говорит, все время переносили тебе карандаш, бумаги там, какие-то цветные карандаши. Я вот начал тогда рисовать уже. Такое потребность было рисование. И когда в школу поступил, уже в первом, втором классе, я уже, учитывая рисование, всегда мне пятерка ставили. Ну, многие рисовали в интернате, но самый лучший из всех я был. И в конце, наверное, где-то в четвертом классе уже начал очень осознанно рисовать. И все меня считали уже художником, как будто уже оконченным художником. И когда стенгазета, прочие всегда поручали. А, Юля это сделает, он это умеет. Типа, да. Хотя многие тоже рисовали. Практически каждый второй, наверное, умеет рисовать. Там, на севере очень, ребята, очень способны. Как раз по рисунку, по резьбе там, по этой части. И до сих пор вот дети тундры, дети вот те, которые с севера, они практически очень хорошо рисуют ноги. Если учеба, по другой части у них слабовато, но вот по рисунку, по рисованию очень способность такой есть. Это, видимо, связано тоже с природой, я думаю. Потому что они тундры растут, и они видят природу, и как-то вот сочетание красок, света. Все это человек закладывается, видимо. Детство мое в школе, в интернате прошло, потому что все дети оленеводов, все вот жили в интернате. И все начальник класса я полностью был, это 4 класса, 1, 2, 3, 4 класса. И, ну, в общем-то, мы жили дружно. Первые классы я только испытывал, когда взрослые мальчики были, это те, которые были ростки. Они, конечно, по-всякому издевались над нами, над малышами. Потом они ушли уже, уже их то ли из школы выгоняли, то ли как. Вот, и потом все пошло хорошо. И особенно вот средние классы, старшие классы, до 8 класса я жил в центре поселка, районном центре поселка Соскалах. Там уже мы где-то в 8-м, 9 классе были уже все вместе, там и пионерами, комсомолами, короче, вот такое было. Но жили очень хорошо, мы любили играть в футбол прямо на улице, в валенках выходим. У нас же такое быстро темнеет, зимой это полярные ночи. И мы под луной играли, помню, очень до синевых, до того, как мы все замерзли, пока мы там не сыграем несколько партий. Вот такое время было. И всегда вот остается для меня тоже очень интересный момент, когда мы жили в интернате. Кормили очень хорошо, все было, конечно, по расписанию, по режиму. И некоторые даже ребята, которые жили у родных, у своих там близких, братьев, сестер, которые жили, они завидовали нам. Потому что у нас, ну, как-то коллективный такой был такой, как вам сказать так, коллективный такой дух. Как-то вот друг друга мы вручали, и всегда вот такой поселковый интернатчик вот такой разделялись даже. Были даже неприязни из-за этого, драки между поселковыми интернатчиками. Кто-то кого-то видел там из наших, давайте с ним пойдем. Но драки были у нас не так, как сейчас вот, очень страшные, да, просто до первой крови. Если у кого-то с ножа немножко в кровь пошел, значит, я победил, значит, мы уже выиграли, в смысле мы победили. И не было случая, чтобы у кого-то добивали прямо уж, чтобы у него были большие синяки и прочее. Такого никогда не было. Ну, мальчишкой все, без этого, мне кажется, не бывает, что подросткового возраста, когда вот. Мы занимались разных секси, я, например, ходил на сексе бокса, мы ходили на лыжах. Ну, спортом очень занимались тоже где-то. У нас были очень хорошие тренера, учителя, и мы частенько ездили даже на походы, на лыжах. Это недалеко от поселка, когда весна становится, весна бывает. Весной очень тепло, и весну мы ждали всегда вот с радостью, потому что долгие, холодные, темные зимы, зима улетает, конечно, человек. Потому что солнце не выходит, это полярная ночь. И буквально вот, когда первое солнце выходит за горизонт, красный такой, как ящик бывает, светится, ящик такой лежит. И оно постепенно превращается вот такой круглый и становится такой, и поднимается. Вот это появление первого солнца тоже сел радость, событие. Специально такой праздник не делали. Сейчас, кстати, они специально какой-то праздник придумали на севере, праздник, встреча солнца. А сейчас, раньше, когда мы были детьми, просто радовались от того, что природа пробуждает, природа становится такой. Ну, приходит весна, потом лето, наше короткое лето, оно очень дорогое для нас. Мы всегда ждали лета. Весну я ждал, чтобы поехать в тундру своим родителям и на охоту с отцом, чтобы ездить. Это нетерпением ждал. Я дважды специально не смог поехать, не хотел поехать, не спрятался даже, можно сказать, от артека. Вот, за как отличника учебы меня дважды награждали, чтобы я поехал в артек отдыхать. Я в это время в тундру ухожу, и никак не могут, вот, из сельского совета ругались за это моих родителей. Почему вот мальчика вашего, который отлично учится, вы не хотите отправлять в лагерь, там, отдых с детьми. Но я предпочитал все-таки быть побольше к природе. И я помню, даже однажды вертолетом садились, это детей собирали. Я помню, я спрятался специально, что меня не взяли. Ну, не от того, что там плохо будет, да, там все рассказывали, мы кино-то смотрели, как там дети там хорошо отдыхают, все прочее, море. Но меня почему-то больше тянуло к родным местам. И вот такой случай был. Дважды я убегал именно от артека. Утился очень хорошо, все школьные годы отличником был. И школу заканчивал, конечно, без медали. Но первый, когда я поступал уже в Ленинград, когда на учебу, на художественный факультет, эпидемиологическое институте Мигерсона, когда поступал, первый раз вот средний балл аттестата тогда стали считать. И что интересно, я первый раз поехал учиться, как закончил школу, через Мирный, через город Иркос, улетел в Ленинград на общих основаниях. Я не знал, что были какие-то тогда льготы, и сейчас, я скажу, льготы для северян, для народов, молодчисленных народов севера, вот такое. Ну, как бы бесконкурсное поступление в институт. Я вот по незнанию, или вообще наши тоже, видимо, не очень большое значение передавали к этому, но их, может быть, художественно такого не было. Я взял, да и после конца не учебу поехал через Мирный, город Мирный, Иркос и Питер. Но был случай, я иркосский застрял, потому что тогда самолеты летали транзитом, и надо было ждать билет, чтобы появился место на следующий рейс. Я буквально там целую неделю торчал, аэропорт, помню. И подумал, что обратно поехал. Я одного друга нашел там, такой же мальчик, он в другой деревне, правда, из центральной Якутии. Он собирался поехать на военное училище. И вот мы вместе дежурили, когда вот наши эти фамилии назовут, что одно место выходит, что сразу сесть и улететь. И потом мы думали, что, может быть, стоит, не стоит ехать, может, вернуться. Но денег совсем мало было. Говорят, поезда ходят из Иркутска до ближайший город, я не помню, какой. Вот Якутия тогда еще с железной дороги не доходила, не было до Неренгель даже железной дороги. Но вот последний день, седьмой день, как раз два места оказался, и мы вдвоем влетели туда. Вот я и так оказался в Ленинграде. Когда я поступил в институт, после того, как я уже выделил экзамены со всеми вместе на общих основаниях, так как в паспорте я оказался как Якут. Ну, я на самом деле Якут. Якут не северный, да, а просто Якут. А Якуты не входили в состав как бы малочисленного народа в севере. Это не Вен, не Чукчи, ну, такой. Поэтому на общих основаниях пришлось создавать. И были со мной ребята из Киева, даже с Уфы, с Грузии были, с ГРО, с Союзной Республики очень много было. И москвичи тоже сдавали. Я все выдержал, все экзамены поступил. А после того, как я поступил, где-то... Первый курс, а? ВУЗ какой? ВУЗ Ленинградской педагогической института Деминия Герсена, художественно-гравлического факультета. Я поступил, и ребята, где-то я в первом курсе на первой сессии, когда уже ближе к сессии, четверо или трое ребят приехали из Якуска. Все сдавшие экзамен уже на месте. Я тогда удивился, как они могли попасть. Они, кажется, в специальных местах там отводили места для народа севера. Они вот на местах не сдавали. Они приехали просто учиться. Ну, конечно, подготовки у них не очень было, потому что они думали, что все поступили, значит все. И они долго не учились. Практически в первом курсе же они все и отчислили. Из-за неуспываемости некоторые просто не учились, просто гуляли. Как говорят, я так и один остался. В факультете я один их год был, 50 человек. И всего наши два азиата были. Один был карелец из Каракалпаки, кстати, не из России, а из Узбекистана, кажется. С Узбекистана, да. Вот как и мы учились. Ну, отдельная история о том, что как я поступал. Конечно, это сложно было без подготовки, без ничего. Я очень рано приехал, поэтому готовился уже в Питере. Там на подготовительные курсы. Ребята даже помню, те, которые уже раньше сдавали и Лепнинский институт, они провалили. Многие сразу подали свои документы в наш институт, в наш факультет. И конкурс стал очень большим, и ребята очень сильные, которые уже художное училище закончившие, и все, и подготовленные. И даже в годах, ну, таки в нашем возрасте, если мне там всего 19 лет, а им, допустим, где-то 20 с лишним, там, такие ребята были. И они готовились каждый вечер. И я заодно с ними готовился рисовать. И даже они приглашали на туше, прямо обнаженную натуру рисовали. И очень серьезно готовились. Специально пятерку сдавали. У меня там 4, ну, 5-4, где-то так, такие сумки. А когда общеобразовательные пошли, они все провалили. Опять-то я оказался на плаву, как говорится. Там русский язык, литературу. Потому что в институте там были такие предметы русский язык, литература, потом, значит, физика, потом черчение, 7 экзамены. Где-то 6 экзаменов поступительных сдал. И все-таки поступил. И помню вот свою учебу. Конечно, вот тогда я осознал впервые, что значит быть художником. И как надо заниматься, чтобы чего-то достичь. И с ребятами этими, которые уже провалили, я многими уже познакомился, подружился. Те, которые уже там, они где-то устроились на работу, они готовились, в вечерние курсы ходили на репинку специально рисовать. Я это дело не бросил. С ними вместе. И был такой еще дом первой пятилетки, где вот обычно собирались художники и рисовали тоже. Портрет, там, натуру. И я вот занимался эти годы. Вот такая учеба. Ну, как вам сказать, институт очень многое дал. Хотя вот все говорили, что те, которые заканчивают наш факультет, это учителя. Они никогда художником не становятся. Они как бы педагоги. И такое же отношение было. И даже после учебы, как я закончил институт, приехал домой. И там в основном были наши, как говорится, старшие поколения художники. Это были люди с академического образования, многие. И, конечно, смотрели на мои вещи вначале просто немножко с высока, как говорится. Но пусть занимается молодой художник, ничего страшного, пусть чего-то достигнет. Но только упорным трудом и участием в начале каких-то вот таких местных выставках. Потом впервые мои работы попали в большой всероссийской выставке «Молодость России». «Молодость страны» тогда назывался, СССР. Там все Союзные Республики участвовали. И впервые там мой триптик, «Мой путь» называется. Это прозвучало, и висела эта работа. И после этого наши люди, в смысле Союза художников, сказали, может быть, его принять в Союз, надо, чтобы он попробовал. И вот таким образом я после двух-трех выставок поступил членом Союза художников. Это где-то в 81-м году я стал членом Союза художников. И с тех пор я регулярно уже участвую в разных выставках, сам делаю свои выставки. И вот уже последние годы, уже в возрасте, лет 15-й я уже избираю трижды председателем Союза художников. Наши художники старшее поколение уже почти что сейчас уходят. Ну вот остаются, конечно, самые такие, но высоко образованные, известные художники, как Афанасий Иосифов. В прошлом году умер Афанасий Мункалов, график очень известный наш. Он преподавал в последние годы в институте. Вот, ну, сейчас тоже учатся ребята. Я бы хотел, чтобы, конечно, они тоже своим трудом старались, чтобы достичь чего-то. Многие бузы заканчивают разные факультеты, но, к сожалению, не все становятся художниками. Видимо, еще художником надо быть с детства, мне кажется. Вот детское восприятие, детское, что остается у человека, вот это на всю жизнь отражается. Его творчество, его введение, его философии. И вообще, вот, я думаю, что надо, чтобы детей с детства надо посвятать, чтобы они как-то видели этот мир совершенно по-своему, чтобы они не просто интересовались. Сейчас очень сложное время, сейчас только интернет, компьютеры и различные игры дети интересуются. В том числе вот у нас на севере тоже наши пути. А так, хотелось бы, чтобы больше, конечно, занимались, больше были на природе. Вот такое у меня желание. Ну, первый раз, когда у меня вот работа попала в Всероссийскую выставку, и предложили союзу художников меня ехать на Канинскую дачу работать. Вот. Ну, в те времена-то очень хорошие такие распределения. Прямо оплачивали дорогу в союз художников, и академически все бесплатно было. В смысле, как приедешь. И впервые я вот попал туда с художником Васильевым. Васильев, такой очень известный художник, есть у нас в Якутии. Васильев, Эдуард Юсимович. Он академически давно ходил, вообще много работал, свои картины в основном там писал. Мы с ним поехали, ну, первое ощущение, это, конечно, интересно очень было мне. Люди с разных волков приехали, вообще пишут там. Ну, трудно было вначале как-то вот, все пишут картины, а я вот без всякой заготовки, без ничего, задумал, просто так приехал. И стал писать этюды, просто, так сказать, войти в форму. Ходил на этюды, ну, писал, и сколько мог. Потом, когда вот обсуждение было, я помню, тогда руководил левитель Анатолий Павлович у нас. Хороший руководитель был, успакованный такой человек. И не навязывал ничего своего, и никогда вот не заходил просто так. Мы в основном общались, когда были, первый день, когда обычно традиционно, первая вот встреча, уха там, у берега потом. Ну, очень такой жизнь была, братская такая, именно со всех волков нашей Родины, большой тогда, переезжали художники. И, конечно, эта история, сама академичка, она пропитана историей большего русского искусства, поэтому осознание этого я знал, теоретически-то, но читал много об академике, поэтому мне было, вначале немножко трудновато, сложно было как-то пойти наравне с художником, поработать, все прочее, да. Боялся, честно говоря, что-то у меня не получится, что меня раскритикуют там. На просмотре, обычно просмотры, в самом конце этого сезона, именно они смотрят жить. И, ну, тогда, что интересно было, сейчас, позже, я несколько раз заезжал, уже смотрю совершенно, не та атмосфера, не та академичка, конечно. Сейчас берема уходит, и люди теряются, и вообще вот отношения художникам тоже изменяются. А тогда было очень такое дружеское отношение, и люди с упоением работали вообще вообще. Кто-то писал картину, кто-то именно этюды писал. Вот, тогда вот со мной Эдуард Васильев написал свою картину «Колкозь» или как-то. А, нет, где-то 30-х. Вот такую картину написал. Он, в основном, на этюды не ходил, много материала с собой перевез, и в основном в мастерской он был. Он в старом мастерской был, где деревянный дом был. А я вот в новом, вот, когда все художники, 4 художника там, в одной мастерской, и там и работали. Ну, как-то по очереди иногда все вместе собирались. Вот, ну, первое, конечно, впечатление то, что вот природа. Это человек, который все время, ну, видел, вот наши лица не такие, как средняя полоса. Совершенно другого характера. Тоже любим, конечно, очень, можно писать интересные пейзажи у нас тоже, с деревьями, со всеми. Но то, что я академическую видел, да, совершенно другое. Там такие огромные сосны, и вообще вот, очень, сама природа как-то располагает, чтобы у человека работать. И я видел вот художников многих, да, которые там жили. Я застал еще токарем был тогда, очень хороший колорист, художник, живописец. Как-то даже я вместе в баню ходили. Вот, его работы я видел только по иллюстрациям раньше, а тут увидел, как он работает. Но, больше он дома работал, кажется, он переходил к нам, когда был, это, банный день. Ну, разговаривали, все говорили, вот, токарь ходит. И, конечно, вот, период такой, когда старики еще очень в таком на расцвете силы. И братья Тахачевы тоже были. Сидоров тогда был председателем. В те времена, конечно, очень много художника переезжало, и поток специальный такой был. По темам. Ну, у нас же, я помню, это первая академическая тема, даже не помню. Это просто люди работали над картиной. Ну, многое, больше всего. Вот. Ну, я дружил, ну, молодыми ребятами, они были из Питера. Но, я с ними хожу на тюды, но они не пишут эти тюды, что-то там они чирикуют, какие-то наброски делают. Потом, к концу этого потока, когда увидели мои картины, ребята, вот, ну, старики особенно, пожилые люди. Вот какой, оказывается, спиридон, совершенно другой. Мы-то думали, он такой вообще тоже, левак какой-то, вот, все время водился с этими ребятами. Совершенно по-другому, оказывается, пишут, вообще удивились. И даже вот, когда разбор был, и Кугач Юрий Петрович говорит, с какого места писал молодой человек эти этюды? Я вот там-то, 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 Валентина по поселах, недалеко. Он молодец, я эти, эти точки-то я все знаю, говорит, все это прошел, все это, я знаю, с какой точки, с какого ракурса художник компонует, с какого места пишет. Ну, он ничего не сказал, ничего не похвалил, но зато он не критиковал, вот, чего я боялся. Потому что он очень строгий был в этом деле, и многие боялись художника, говорят, Кугач это Пугач, вот такое было даже изречение. Но он сам по себе, человек, очень такой, мне показался, очень добрым, очень таким, но требовательным. Такой, что-то, что-то, такой мужичок был, он заходил в мастерской, если это все как-то вот подтягивались, как-то вот, что он сказал. Скажет. Вот, первые впечатления вот академичка от этого, но самое главное, больше всего у меня там атмосфера, атмосфера именно понравилась. И я даже считаю, что это у меня были совершенно вот, после учебы, после института, это большой урок для меня, это как школа, можно сказать. Я дважды был в академической даче, в других дачах еще был, вот, на горячем ключе. И я думаю, что вот двух академичкой всегда осталось потом, вот, этюды, те, которые вот, именно вот, средней полосы. Больше, конечно, мне хотелось, чтобы как-то вот набраться чисто профессионализма, профессионального такого подхода. Но это немножко другое, то, что я пишу сам по себе, да, мой как-то вот стиль, мой почерк и как-то мое вот это видение как-то по-другому. И трудно вот сочетать. И это немножко, с какой-то стороны, если я даже, когда составлял альбом, сложно было как-то все перемешку делать, и поэтому пришлось мне альбомы разделы дела, допустим, этюды, академические, там дальше, северные пейзажи, совершенно другие. Потому что каждая сторона, каждый уголок земли, он совершенно другой настрой дает художнике, если он чувствует это место. И, ну, я больше, конечно, там больше пытался чисто академически писать, потому что больше я хотелось, чтобы как-то вот, как работать, как старые мастера, как наши. Но, конечно, далековато до этого, потому что художники старшего поколения, это, они очень мастера, которых, видимо, в ближайшем будущем такого уровня, навряд ли российская, в общем, эта школа обретет еще. Потому что это уходит, старая школа очень сильная, и это видно, что даже по выпускникам, по работам нынешних академических вузов наших. Вот, и я вот думаю, думаю, что это время уходит, но, тем не менее, очень рад, что застал то время, когда работали именно такие ребята, как мастера, которые вот действительно остали историю искусства. Так, два года тому назад, в девнадцатом году, у меня вот, наконец, вышел альбом, очень такой солидный, большой, где пошли все мои этюдные работы и картины. И, конечно, я благодарен именно человеку, который помог мне издать этот альбом, это земляк мой, именно с моего места, моей родины, вот, Аннабарскому, Аннабарскому Лусе работает фирма, такая, Алмаза Навара называется. Вот, генеральный директор этого, этой фирмы, Матвей Николаевич Евсеев, он помог мне издать этот альбом, за что я очень благодарен ему, и его предисловие тут. Ну, картины в основном сняты, они непрофессионально многие, поэтому, может быть, чистое качество иллюстрации не такие, но само издание, качество, бумаги и вообще вот, самого альбома, я думаю, что очень хорошее. Вот, издательство «Сканрус» московское, вот, издали, работают, издали, а печатали в Европе где-то, в Словении, кажется, вот оттуда. И, ну, я думаю, что это, этим, может быть, не заканчивается моя творческая жизнь, хотелось бы, чтобы дальше работать, но какой-то этап жизни уже здесь, уже начертен, потому что то, что я создал до этого времени, все здесь сделано, ну, иллюстрации вошли, все мои картины основные, значительные. Вот про Академичку я рассказывал, как раз вот то место, где многие наши российские художники получили первый путёк, так сказать, российского искусства, и вообще вот много, очень многое приняли, получили друг от друга и от старого поколения наших мастеров. Школу, которая вот сейчас во всём мире сенится, допустим, вот, школа именно академички. Мало где именно вот в таком стиле, именно вот в тех годах, где-то 60-е, 70-е, 80-е годы, стало меньше сейчас людей, которые вот в таком стиле работают. Ну, если не считать художников, которые сейчас вот старшее поколение, и те, которые захватили именно их школы, их период жизни. И вот альбом состоит из разных этих разделов, потому что в одном как-то стиле всё трудно было мне сочетать, поэтому вот Академичка, например, блоком вошло отдельный такой цикл работ тут Академички, да? Вот Март, допустим, это очень знакомое место, святого места, тысяча людей написало этот сюжет, место как раз. Но каждый видит по-своему, конечно, трудно, вот точно-точно. А вот Северные мотивы, вот как раз то, что я как раз с Кудородом. Вот Северное сияние. Картина называется «Долгая песня». Когда я вот после интерната, школу, я уезжал в тундру с отцом, и эта «Долгая дорога», всегда отец пел песню. По-своему, у него даже не было там слов даже. Какой-то такой протяжно-долгой песней, и долгая песня по-настоящему. Я ему спрашиваю, сколько еще осталось километров у нас доехать до места там где? Он говорит, вот, близко-близко, и вот без конца это близко, где-то часов 5-6-7 может продлиться. Одни только копытцы, это звук копытца линей, и надо мной пространство огромное, небо и северное сияние. Северное сияние, когда она тишина, близко опускается. Я даже прятал лицо, прятал глаза, потому что он режет глаз, и потом какой-то шум бывает, такой шорох как будто идет. И я вот прятался за спиной отца. Вот как раз я здесь сижу, вот, за спиной отца, вот тут видно. Он едет, а я вот сижу, спрятался там за спиной. И вот такой, ну, картину хотелось как-то еще по-богате писать. Потом я хочу вернуться к этой теме, сделать более интересно, как-то более живописной. Здесь немножко, она немножко получилась монохромной чуть-чуть. Хотя северное сияние считают, что разноцветное, на самом деле больше фасфористого света там. Но есть, конечно, красноватые, пиолетовые света появляются. У нас в натуре практически невозможно это писать. Это надо запоминать и все, потому что темно, во-первых. Во-вторых, все время меняется северное сияние. И вот когда ассоциацию людей с северным сиянием, это разноцветные такие полоски делают. Понимаете, в картинках, везде открытках. А на самом деле не так. А там вообще вот трудно писать. Там колыхание света. И вот несколько последних, когда вот видео распространилось, очень хорошо. Есть съемки крупных этих фирм, этих кинокомпаний, которые снимают. Ну и есть просто любители даже сейчас вот едут по тундре, снимают это на видео, очень хорошо смотрятся. Но картины это, я считаю, всегда фиксирован на остановленный миг. Картины художника, я считаю, что не просто как фотографии или видеозапись сделает, а именно, конечно, осмысливает, что-то ненужное отбрасывает, что нужное оставляет. И поэтому картина тем и отличается от фото-видео этих продукций. И поэтому всегда, когда с фотографией одно и то же место, если художник написан на этюд, и того места прекрасно снятые фотографии, если повесили рядом, все равно проиграет фотография, потому что тысячи доли, тысячи вот тона художник, то, что он увидел, он никак не передаст. Хоть какая современная сейчас аппаратура, но, с другой стороны, это просто мертвая, как бы, а художник, когда он через себя пропускает, каждый мазок, конечно, это уже совершенно другой, по-другому смотрится, по-другому передается человеку, когда он видит. Почему Есенин, вот именно наш труд, труд художника, именно картины. Ну, я бывал в разных странах. Есть такой раздел у меня, разные путешествия. Вот путешествие называется, вот, и это Исландия, это далеко на Северное море, вы знаете, да, это островное государство, Исландия, столица реки Авик. Там была моя выставка персональная. И там мы, ну, писал несколько таких гатюдов, вот, как раз Исландская. Вот, дальше, значит, был и в других. Вот, Турции несколько раз был симпозиум с художниками тюркоязычных стран. Там наша бывшая союзная республика. Ухазал Стан, Узбекистан, Туркемистан. Ну, оттуда переезжают художники и турки, в общем-то, приглашают. И там я несколько раз был, вот, Ая-София, кстати, Константинополь, город, да, Стамбул. Раньше это было Софийское, чисто православное зеркало. И когда вот завоевали хам турецкий, и они превратили его совершенно в другое его минареты. Но внутри очень прекрасно росписи сохранились, чисто православные. И они, она сейчас работает как, в то же время, как музей. Всех туристов туда возит. Я был на Аляске несколько раз. Даже пять или шесть раз был. Увлекался ледовыми скульптурами, а скульптурой. Потому что резать, вообще северный человек, это очень привычное дело. И резать из этого, из дерева, и что-то такое делать, да. И я вот пробовал себя. Ну, конечно, в институте учили азы и скульптуры. И хотелось огромные блоки, такие, сальда. Это представился я как мрамор, и так легко режется. И хочется только объем создать, понимаете. И вот несколько раз я участвовал в этих конкурсах. Притом я завоевывал призовые места. Вот работы. Это называется, картинка, эта вещь называется «Легенда. Розовая чанька». Это фигура из девушки. Вот. Это состояние любви. И северная муза, олени с крыльями. И эту олень я один сделал. Ну, некоторые работы вдвоем там работаешь. Еще там помогает просто чисто технически. А так сам, вот и до начала все это резал сам. И она высотой где-то до отсюда, если взять, 3 метра, наверное, будет. Метр где-то вот до головы, 2 метра высотой. Довольно большой объем. И это где-то за 2-3 дня я должен одолеть. И там очень много конкурсантов. Вот. Так что вот. И графикой я занимаюсь, как график. Так как я с графической факультет закончил. Вот портрет очень известного поэта. Он Кеймитинов, он поэт, эвенский поэт известный. Вот он на своем родном таком родной одежде. Делал эскизы, танцевание костюмов, чисто графические. Вот серию сделал. Вот называется она «Боль моей земли». Как раз вот о теме экологии. Это средний час показывает то, что вот должно быть камни, да. А вот уже появляются следы цивилизации. С бовочками, со всеми. Эта тундра полностью загажена. И сейчас только вот, ну, говорят, что надо уже Арктику сделать генеральную уборку. Как говорил у нас президент. И когда он был на Арктике, и первые вот попытки идут очистить Арктику. Потому что до этого, за веское время, все экспедиции, все это, все, то, что с собой везли, все оставляли. Вся бочка тундра, если увидите. Да, это страшное зрелище, на самом деле. И вот я вот, как бы идеально, как должно быть, когда птицы поют, когда вот, ну, люди на оленях ездят. А вот это Южная Якутия, где достают наши эти уголь, известный уголь, нерунгринский угольный разрез. Очень известная страна, там прямо ударная стройка была. Тут огромные белазы, эти самоходные самосовалы ходят. И вот такую огромную, такую котлован они сделали. И вот как будто с котлована дым идет. Ну, как бы земля рана. Это как бы, если посмотреть с космоса, это как язва, знаете, на земле. Ну, в лучшем случае, конечно, это должно быть, видимо, все засыпаться потом. Должен быть земля, должен расти там. Но у нас, как всегда, это на потом оставляется, понимаете. И так же и мирно, допустим, эти трубу, мирную трубку показывают, как достопримечательность в туристическом часе. Где достают алмазы, да, допустим, вот. И на эту тему я такую картину сделал. Ну, это и серия, просто граммические работы. Боль моей земли. И это 90-е годы еще. И так, по этой теме у меня была картина, называется «Могила передков». Вот про историю этой картины я чуть-чуть могу тут рассказать. Это могила, где похоронен мой старший брат Михаил. Вот. Эта могила около поселка была. И когда стали там добывать нефть с реки, потому что там эти нефтеналивные корабли подходили, да, и там был воинский час. И что близко, что было достаточно, чтобы оттуда шланг довести до горы, они снесли час этой кладбищи совершенно. Понимаете? И тут такую картину я увидел и написал такую картину. Еще это в 72-м году я тут сделал. Тогда слова-то экологии было не было практически. Да, это немножко запрещенная такая тема была. Потом где-то в 80-е, каком году, 90-е, я закончил, но сделал большую картину. Она была и в российской выставке, была «Сберечь наши земли». Такая выставка была по городам Волгии и здесь, в Москве. Вот картина эта висела. Сейчас в нашем национальном художественном музее. Это тема экологии, то, что связано с нашей природой. А так, больше я не обращался на эту тему. И больше сейчас мои картины – это пейзажное содержание. Вот это недавняя, одна из последних работ. Умом, сколько гор называется. И также, вот, ночь, стольбище. Ну, когда я видел эту картину, все говорят, тут, наверное, ошибка, что ночь. Здесь никакой ночи нет, тут светло. А на самом деле, тундры-то ночи-день. Ночь – это как день. Только там петицы не поют ночью. Поэтому узнаешь, если, допустим, солнца нет, допустим, в облачный день, да, трудно ощутить, узнать человека, прежде чем, это всего, сейчас, в данное время, ночь или день. Только если птички нигде не поют, как тишина, значит, ночь. Вы представляете, солнце вот так крутится. А вот здесь, конечно, здесь уже солнце есть. Вот, на ночное дежурство идет молодой линеват. На ночное дежурство. А это называется «Ночь стольбище». Вот картина. Вот. Ну, что еще сказать об альбоме? Альбом очень добросовестно сделан. Мне кажется, вот он такой имеет приплет. И, ну, супер обложку такую. Внутри вот хорошее такое качество. И я этот подъем хочу подарить моему другу Андрею Патчуалу. Хочу подписать сейчас. И, ну, супер обложку. Сегодня какое число-то? Так, 26-й. 25-й. 25-й. 24-й. 16-й год. Вот, Андрей, по памяти. Спасибо. Ну, что дальше говорить. Я думаю, что любой художник друг к другу, как близкий всегда родственник. И без даже слов, даже разной национальности. Я даже сейчас на якутском буду говорить ему. В общем, пожелания свои. Кюнды Андрея Патчуалу. Ян, этэн молор. Ухуныя ляк. Бол, еще и художник. Олаңын. Улуа Расея бутын. Нар, курутын. Джонгаргага. Ичугай сыгены. Ичугай. Эрали. Тердетов. Спасибо. Первый год. Дорогой Андрей. Я желаю тебе доброго здоровья. Всегда будь таким искренним художником. И всегда проставляй свою нашу великую Россию. Вот так я и сказал. Спасибо. Очень хорошие слова. Ну, может быть. Да. Может, на этом еще попрощаемся. А я думаю, еще не последний раз мы встречаемся с вами. Хотелось бы вас пригласить в Якутию. Приезжайте. Я думаю, что доехать туда тяжело. Ну, долететь только можно. Лучше вы к нам. Надо долететь. Это, знаете, весной или осенью очень красиво бывает. Поехать бы в Тундру. Действительно, увидит бы этих оленеводов, по-настоящему, которые живут до сих пор. В своих юртах. И чем они живут, вот с ними беседовали. Но я признаюсь, преклоняюсь перед якутами. И вы мне показали на карте, где вы родились. Да. Я, признаться, поражен, где вы родились. Да. Это вечные льды. Это вечные льды. Это такие суровые края, как просто туда попали. Да. И вообще может ли там быть жизнь. Вот вопрос. Она, оказывается, есть. И вы там родились. И это чудо, что вы там родились. Потому что смотришь на карту и думаешь, ну, там же агрессивная среда настолько, что там должно быть замерзнуть все живое. Да. А там родился такой чудесный художник, как Спиридонов. Ну, не только я там, ну, я родился в нашей земле. Юрий Васильевич. Поэтому слава Богу, что вы есть. Спасибо. И слава Богу, что вы приезжаете. И я, признаться, горд, что с вами давно уже, между прочим, дружу и общаюсь. Потому что на академичке я с вами встречался. Вас запомнил. Да. Вы мне понравились тогда. Серьезно? Да, вы мне очень понравились какой-то своей простотой. Серьезно, что ли? Добродушным своим. Потому что я обычно у людей добродушных запоминаю. Я позировал один раз. Нет, просто мы как-то сидели даже, вот я помню. И вы восхитились в Веридоновой зеленой. Ага. Тогда как бы проникся вот этой, как бы, искренностью признания в любви к этой Веридоновой краске. Зеленой. Действительно красивой зеленой Веридоновой краски. А зеленой очень сложно писать. Мне тем более было. Столько разнообразий там, этих деревьев, вообще сложно. Сейчас, кстати, я вот с тех этюдов пишу сейчас, ну, довольно большую формату, пейзаж. Именно по воспоминаниям, по этюдам. По академичке, именно я хочу выставить его вот. Скоро на выставке зеленой. Ну, я очень жаль, что вы хотите, вы сейчас уезжаете, потому что за раз сразу тяжело материал узнать. А если бы вот сейчас остались, мы бы еще немножко отдохнули и обточили на материал. Да, да, да. Потому что послезавтра летать. Ну, так что зритель нас пусть простит. Мы записали на ходу все это. В экстремальной ситуации. Раз человек приехал, и сразу уезжает. Да, поэтому, как бы, на одной ноге сидишь, и сложно настроиться. Но, тем не менее, какой-то разговор у нас. Я думаю, что мы вас зафиксировали, вы рассказали о детстве, о своей прожитой жизни, о каких-то ценностях. И это здорово, и это правильно, чтобы вы все-таки были в ряду других художников. И ваши живые глаза, ваш тембр голоса, и ваш облик, люди могли себе представить. Что дам далеко, в Якутии, в городе Якутске, а где уж вы родились, живет такой художник, что он любит свою родину, что он пишет, что он восхищается, что у него было детство, что у него был отец. И были радости детства, которые он так с радостью вспоминает, с удовольствием. И я теперь буду думать, что это со мной происходило. Это я стрелял. Это я с овцом ловил рыбу. Это я со с овцом ехал на ленинг и смотрел на это северное сияние. Оно меня поражало. Я как бы вот сопереживаюсь с вами и прожил вместе с вами часть вашей жизни. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok